7 апреля в России день памяти погибших подводников. В этот день, 30 лет назад, в результате аварии затонула подводная лодка «Комсомолец». Через 6 лет после трагедии 7 апреля официально вошло в календарь памятных дат. Спустя десятилетия подлинная причина катастрофы, в которой погибли 42 человека, неизвестны. И более того, уголовное дело прекратили из-за невозможности установления виновных лиц. Как и почему произошел сначала пожар, ну а потом взрыв на самый современный, на тот момент, атомной подводной лодке. Видимо, ответы на все вопросы останутся лежать на глубине 1650 метров на дне Норвежского моря. Репортаж Евгения Соловьева. Когда он сказал, что он хочет быть подводником, я ему сказала, ну зачем же ты в подводнике? Это самая такая опасная профессия, ведь ты у нас один, а если что-то случится... А он сказал, что мама, ну кто-то должен делать эту важную, опасную, ненужную работу. Вот такой вот он был. С Розой Алексеевной Марковой мы встретились в 121-й школе Калининского района. Вскоре она будет носить имя ее сына, инженера электротехнической группы в составе экипажа легендарного подводного корабля Ка-278, более известного как «Комсомолец». Подводная лодка проекта 685 «Комсомолец» на тот период времени самая совершенная атомная многоцелевая субмарина. Многие из ее достижений недостижимы до сих пор даже для современных поколений атомных подводных лодок. В частности, рекорд глубины. «Комсомолец» сумел опуститься на 1027 метров. На таких глубинах корабль был на 100% неуязвим для любых видов вооружения вероятного противника. А сам мог ввести стрельбу ракетоторпедами с ядерными боеголовками по заданным целям. Но знаменитым корабль стал не из-за своих уникальных технических характеристик. «Мир» узнал о «Комсомольце» из срочного сообщения ТАСС 7 апреля 1989 года. На торпедной подводной лодке с атомной энергоустановкой в одном из отсеков произошел пожар. Что стало причиной возгорания в кормовом отсеке корабля? Эксперты спорят уже 30 лет. Но эта тайна закрыта полуторакилометровой толщей Норвежского моря. Первые потери не зафиксированы. Но мы предполагали, что матрос, который находился в кормовом отсеке, очень быстро погиб. Второй мичман, который находился в шестом отсеке, скорее всего, тоже погиб. Потому что они моментально перестали выходить на связь. После начала аварийного всплытия экипаж отчаянно боролся за живучесть корабля. Не за свои жизни, а жизнями расплачиваясь за каждый метр движения вверх. Лодка вышла на поверхность уже после того, как автоматика заглушила ядерные двигатели. Пришлось продувать балласт. Но вышла совсем ненадолго. Едва уцелевшие вынесли раненых на палубу, корабль начал заваливаться на корму и снова тонуть. Люди оказались в ледяной воде. Многие были даже без спас-жилетов. Из трех аварийных плотов развернуть успели всего один. Когда лодка тонула, мы подумали, что будет какая-то воронка образовываться. Естественно, многие рванули не к плотику, а от корабля. Ну, чтобы не было. Воронки не было. Она очень плавно, медленно, как свечка вошла в воду. И во всех глазах запечатлелась эта картинка. Черный крест в черном поле воды. Вот на что была похожа вертикально вставшая лодка. И под этим крестом экипаж понес самые большие потери. В тот момент погиб и лейтенант Марков. Были ребята, матросы молодые, которые не умели плавать. И они там плавали вокруг. И говорили, дяденьки, спасите нас. Дяденьки, спасите нас. Но я знаю только, что Алик, Ванесов, Сережа, они плавали и спасали этих ребят. И вот Дин Мичман, который не умел плавать и тонул, Сережа к нему подплыл. И он в этом страхе, в ужасе, он схватился за него и задушил Сережу. Из 69 членов экипажа погибли 42. В том числе командир подлодки, капитан первого ранга Ванин. Каждый год их вспоминают в ряду других моряков-подводников, отдавших свои жизни за идеи великого флота великой страны. Но именно дата гибели комсомольца стала точкой этого трагического отсчета. Хоть катастрофа не была первой и, увы, не стала последней. Уникальный боевой корабль с ядерным оружием на борту сейчас покоится в нейтральных водах Норвежского моря на глубине 1600 метров. Ни одна страна мира не обладает и не будет в ближайшее время обладать техническими средствами, чтобы поднять его на поверхность. А до этого момента многие вопросы так вопросами и останутся. Евгений Соловьев, Алена Сопрано, Егор Орлов, Михаил Осипов, Сергей Титовец. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург.